Действенным механизмом поддержки представительниц прекрасной половины и оказания им всесторонней помощи является женская тетрадь. В частности, в эти праздничные дни у 34 жительниц Ферганской области, включенных в данный список, улучшились жилищные условия. Роль социальной поддержки в решении проблем женщин неоценима. Действенный эффект в этом процессе продемонстрировал механизм женской тетради. Сегодня женщины, включенные в этот список, получают необходимую им помощь. Перейдем от слов к реальным примерам. В Фергане 34 женщины, зарегистрированные в списках женской тетради, отметили священный Рамазан Хаид в отремонтированных домах. В целях решения проблем женщин, нуждающихся в ремонте дома, на спонсорской основе администрации города были проведены соответствующие работы. За мере Низомовой, проживающей в Махаленов-Бахор, также была оказана помощь. Так как ее супруг имеет инвалидность первой группы, средств на ремонт не имелось. В очень короткие сроки, благодаря спонсорам, ее квартиру привели в порядок, чему вся семья обрадовалась. Еще один пример. Жительница Махали Мадани от Мархабахон Абдул-Касымова также числится в списке женской тетради. Она одна воспитывает двух несовершеннолетних детей. Естественно, нуждается в поддержке, которую и оказали, отремонтировав ей квартиру. Благодаря спонсорам помогли и Дельфузи Сабировой, проживающей в Махале Джуйдам. Она вернулась в дом родителей с детьми после смерти мужа. В процессе изучения домов и реального положения дел выяснилось, что во время дождей у многих протекала крыша, что беспокоило их жителей. Мы сфотографировали и обратились за помощью в местную администрацию. Представители Хакимиата привлекли спонсоров и помогли таким семьям с ремонтом домов. Радость пришла и в дом семьи Барно Урунбоевой, проживающей в Махале Янгисай. Ее супруг является инвалидом первой группы, а семья нуждается в социальной помощи. Раньше наш дом был в плачевном состоянии. Он нуждался в ремонте. Средств не хватало. Меня внесли в список женской тетради. Я читала о создаваемых президентом страны возможностях и обратилась к женской активистке нашей Махале. После чего были изучены мои жилищные условия и мне отремонтировали дом. Я очень рада этому и благодарна. Ведь я не могла себе этого позволить. Все деньги уходили на лекарства и на детей. Я рада, что мое обращение было услышано и мне помогли. Главное, что подобной поддержкой охватываются многие женщины, испытывающие жизненные трудности. Это, в свою очередь, отражает эффективность и адресность проводимых реформ в стране.